Камень-алебастер древний и знаменитый. Его имя – дань уважения к египетской богине радости Баст. Его назначение – точёные вазы и украшения для дома. Полупрозрачный алебастер, светящийся в лучах солнца, тысячелетия назад считался признаком богатого жилища. В языковой практике разных народов алебастером назовётся и вязущий строительный материал на основе гипса, и травертин, и мергель, и даже мрамор. Подобные многозначности трудно избежать, поскольку популярность материала насчитывает несколько тысячелетий. Состав алебастера определяет его свойства. Алебастер отличается от простого гипса, скрытый кристаллическим характером породного массива. Твёрдое волокнистое образование микроскопического сечения пронизывает толщу минерала. Подобное строение обеспечивает и достаточную прочность, и заметную светопроницаемость камня. В состав алебастера нередко входят примеси, тонирующие массив и украшающие камень узорами. Шелковистый отблеск поверхности, лунное освещение, слабо выраженная перламутровость алебастера, нередко связаны с потерей влаги минералом. Обезвоженный алебастер переходит в разряд ангидридов. Однако во внешней выразительности обычно прибавляет. Прямой контакт обезвоженного алебастера с водой приводит к увеличению объёма изделия, что сревато появлением трещин в стенках. Славится алебастер свойством податливости и восприимчивости к усилиям мастера. Твёрдость алебастера невелика и не превышает двух палов по шкале Моуса. Плотность минерала 2,33 грамм на кубический сантиметр. Способность к просвечиванию создаёт благоприятные условия для тонкой обработки с тщательной деталировкой и глубокой проработкой орнаментальных деталей. Алебастер, цвет которого укладывается в палитру традиционных украшений, идёт на изготовление бус. Более сложные изделия для ношения на одежде не используются в силу низкой прочности камня. Обработка мягкого минерала не представляет сложности даже для начинающих мастеров. Однако шлифовка и финишная доводка алебастеровых изделий требуют особой осторожности. Практика показала, что лишь перламутровый порошок даёт высокое качество полировки алебастером. Сорта алебастера, непригодные для камнерезных работ, используются в индустрии. Термическая обработка и размол природного камня даёт строителям и медикам прекрасное, быстро отвердевающее и вяжущее вещество. Украшение из алебастера. Значение алебастера как минерала для изготовления украшений не снижается на протяжении последних тысячелетий. Если египетские фараоны и греческие цари украшали своё жилище преимущественно алебастровыми вазами, то и сегодня в фаворе менее претенциозные интерьерные изделия. Алебастровая галтовка, собранная в недорогие браслеты и ожерелья, впечатляет больше, нежели шаблонно отлитые фигуры. Особая выразительность присуща ювелирным изделиям из алебастера. Браслет, набранный из бусин цвета сливок, перемежаемых клубочками золотой проволоки, выглядит свежо, смело и весомо. Обточенный кабошоном цветной алебастр превращается в привлекательные вставки для персней, серёг и кулонов. Изысканные резные миниатюры, не предназначенные для ношения, пополняют коллекцию ценителей первозданной свежести самородного алебастра. Многоярусные люстры с плафонами, выточенными из монолитного алебастра, весьма дороги, но чрезвычайно эффектны. Особенно уместны подобные изделия в парадных, досветных залах, оформленных в классических стилях. Этот минерал, по народному поверью, применяли для лечения заболеваний внутренних органов, почки, печени, желудок, поджелудочная железа. Хорошо влиял на эндокринную систему. Массаж алебастровыми шарами снижал частоту пульса, помогал при кожных заболеваниях и экземе. Приступ астмы можно снять, приложив кусочки алебастра к области горла. Если такие кусочки приложить к вискам, то головная боль уменьшит. В подошедшем до нас рукописям ученые установили, что этот минерал целитель накладывал на область пораженного органа, привязывая его к телу с помощью ткани, хоть это бумажной или шерстяной. Камень не следовало носить до тех пор, пока хворь не излечится. Также древние целители полагали, что лечебные свойства алебастра помогут усилить действие любого целебного снадобья. Поэтому лекарственные напитки наставили, кладя на дно чашки кусочки алебастра.